Привет! Еще раз с Новым Годом всех! Я Матвей Симагин, и это первый в 2023 году выпуск программы «Культура». Самой креативной и эксклюзивной в нашем регионе программы о культуре для всех, кто считает себя молодыми. Праздничное настроение очень хочется продлить подольше, тем более мы встречаемся в канун Старого Нового Года. А одной из самых новогодних рождественских историй во всем мире вот уже 205 лет остается сказка Эрнста Теодора Амадея Гоффмана про Щелкунчика и Мышиного Короля. За два века Щелкунчик был героем десятков кино и мультипликационных экранизаций, драматических и кукольных спектаклей. И даже не менее известного, чем сама повесть Гоффмана, балета Петра Ильича Чайковского. 20 лет назад режиссер из Санкт-Петербурга Юрий Вадимович Ядровский написал свою пьесу по мотивам Щелкунчика. А в декабре прошлого года в Ульянском театре драмы имени Ивана Александровича Гончарова пьесу «Сказку Ядровского» поставил главный режиссер областного театра «Кукол» Сергей Игоревич Ягодкин. Почему из всех сказок новогодней рождественской тематики в Ульяновске выбрали именно эту? Чтобы получить ответ, давайте прогуляемся до театра и спросим самого постановщика. И еще актеров, исполнителей главных ролей. Мы перебирали много названий постановки всяких разных. Я вообще сказку Гоффмана не люблю. По-моему, она очень запутанная, в ней много игры, которая сегодня начнему зрителям исчитываться. А здесь вот эта простая история, что семья через празднование Рождества решает какие-то свои проблемы, сходится в едином понимании хорошего и плохого. Мне кажется, это очень сегодняшняя история, когда нам не хватает хороших поводов понять друг друга. Так это что, правда? Да! Здесь что, в самом деле была битва? Правда! Да! 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 Что, ребята, солдатчики, они не стукали в путь? Нет! 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 Я их накажу! Я их всех закрою в коробки, отрежу их каками, запрещу играть в них, партийский марк! Вообще, ходи в партийский марк! Мы стали прожить пить! Собственно, в чем вообще сам смысл Нового Года как праздника? Подытожить свои ошибки за прожитый год, ну и жить в какой-то надежде, что в грядущем году ты их не совершишь. Хотя, ну, процент все равно совершен, все мы люди, все мы человеки, но надежда, наверное, при надежде. Ага! Попалась? Нет! А ну вот давай мне, челкунчика! Нет! А тогда держись! Я, король, король машинный! Самое главное, в этой сказке происходят большие, интересные, красивые чудеса, которые каждый человек ждет, наверное, в Новый Год. Особенно дети. Ну, это очень добрая сказка, которая учит не судить людей по внешности, а любить как бы человеческую душу, наверное, так. Мне кажется, Новый Год, он очень душевный праздник, он про добро, он как раз-таки про душу. Милая Мадмазель Барит, вы оттягивали пионеретовскую отлагу и предали мыть по енке. Примите в подарок селья рон убитого мышиного короля. Я не знаю, достойный ли я? Достойный! Презиня Мадмазель Барит, избивайте меня. Скажи, достойный ли я в вашей степени. Как ли я покойник пригласить, чтобы достать мою синиху? Вау! Вообще, мне кажется, что наша история, да и как, наверное, у нас все-таки инстанировка, как бы не оригинал Гофмана, и у нас это скорее как бы о игре, о самой игре, в самом общем смысле этого слова, о том, как она рождается, как происходит. И мы стараемся в эту игру увлечь всех наших зрителей, всех детишек, которые приходят к нам на спектакль. Невозможно с холодным носом провести эту сказку. Новый год исполнит мечты, Новый год нам очень летать, Новый год сможешь и ты волшебным отстать, волшебным отстать. Становиться волшебниками в новогодние дни особенно, даже взрослым и серьезным актерам не привыкать. Это у них называется новогодняя компания. Александр Михайлович Курзин из симбирской драмы сразу в двух поучаствовал. И фрица в щелкунчике сыграл, и сказку новогодней сафари под Ульяновский государственный духовный оркестр державы прочитал. А коллега Курзина по театру Максим Юрьевич Копылов в эти праздничные дни с Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов исполнил «Волшебника изумрудного города». Смотрите наш репортаж со специального праздничного проекта Ленинского мемориала «Сказки с оркестром». Максим Юрьевич Копылов не только потрясающий макбет из одноименной трагедии на сцене Ульяновского драмтеатра, но теперь еще и отличный, хотя и великий Гудвин из «Волшебника изумрудного города». Я в детской сказке принимал участие и в нашем театре. На моей памяти это был «Аленький цветочек», поставленный Царство Небесное Кондратенко. Я там играл «Чудище», между прочим, и в конце «Принцем прекрасным» выходил. Правда, это было лет 10 назад, но это ладно. А здесь немножко совершенно другой формат. Я никогда не читал вместе с оркестром, ну вообще ничего, а сказку уж тем более никогда. Глория, временно являясь представительницей данного вида, быстро нашла общий язык с огромными животными. Дед Мороз, он даже и не заметил, как животные с радостью запрыгнули в его мешок. Второй и третий есть, отметила Глория, едем дальше. Работу с оркестром для меня я сначала боялся. Я думал, ну как, это вот оркестр, они играют музыку, и тут я что-то буду говорить, что-то читать. Да нет, на самом деле оркестр принял очень хорошо, за что я им благодарен безгранично. Потому что если бы, ну вот они как бы не поддерживали, не говорили, все нормально, давай мы сейчас еще раз сыграем. Как бы, все, мы найдем то, что нужно в этом месте. Ну вот, они поддерживали. Кирилл, вот, Ильин, дирижер, он мне помогал на протяжении всего вот этого периода, там, репетиционного. Вот, ну, в общем, работа у нас наладилась, и я надеюсь, что мы еще поработаем с ним. И Курзину, и Копылову пришлось со сцены озвучивать по несколько персонажей сразу. Просто позавидовать можно дочери Максима Юрьевича, Варваре. Например, когда папа читает сказки ей. Да, Варваре повезло, она не слышала сказки от папы. Поэтому ей повезло в этом плане. Нет, ну, я вряд ли, я не думаю, что она помнит, когда была совсем крохотной. Я ей, конечно, читал сказки. Какие уже, правда, и я не помню. Ну, из детских книжек, наверняка, каких-то. Опять же, классических, скорее всего, русских. Но даже я не вспомню. А тем более сейчас и она не вспомнит, что читал, да и читал ли вообще. Змеи и прочие пресмыкающиеся в Африке чаще всего ядовитые. Просьба не трогать руками те виды фауны, в безопасности которых вы не уверены. Для нас это так же, наверное, как для детей, какое-то волшебство, когда ты веришь не в то, что ты привык в обычной жизни верить, а веришь во что-то большее, что-то какое-то такое сказочное, волшебное какое-то. Ну, это радость. Это когда ты выходишь, и сотни, пары глаз смотрят на тебя вот так вот и ждут какого-то чуда. И ты вместе с ними создаешь это чудо, даришь добро. Дед Мороз в эти дни как раз заканчивает свою работу и уходит до следующего года на заслуженный отдых. Поэтому встретить его на улице очень даже реально и даже попросить о чем-нибудь. Что должен сделать встреченный на улице дедушка, чтобы взрослые Максим Юрьевич и Александр Михайлович поверили, что Дед Мороз настоящий? Сейчас узнаем в программе «Культура». Это она и была, и Матвей Симагин. Увидимся теперь уже через две недели. Про Моцарта расскажу и про космос. А сейчас до встречи и пока. Ну, я не знаю, наверное, тогда исполнить мое новогоднее желание. Потому что оно исполнилось. И я так бах, и в январе понял, что да, оно исполнилось. Если ко мне подойдет на улице Дед Мороз и скажет «Я настоящий», я не знаю. Ну, я, наверное, до конца не буду верить. Ну, так как я уже взрослый. Ну, наверное, как в том фильме «Морозка», когда он пробежит вокруг меня и мне стать холоднее. Потом еще раз пробежит и еще холоднеет. Ну, наверное, тогда я поверю, что это настоящий Дед Мороз. Субтитры создавал DimaTorzok